Департамент образования отчитался на заседание правительства о проделанной работе. По итогам 100% школ приняты к новому учебному году и ждут своих учеников. Предстоящий учебный год школьникам снова запомнится изменениями в системе ЕГЭ. Для учеников 11-х классов ведут итоговое сочинение. Также стоит ждать новой модели экзамена по математике. Которая предполагает деление на базовые и профильные уровни. Школьники смогут сдавать госэкзамен разной степени сложности. Те школы, где есть быстрый интернет, перейдут на электронный документ оборот. Классный журнал теперь станет электронным, лишившись своего бумажного собрата. Впрочем, некоторые итоговые ведомости все же будут храниться по старинке. Итоговая ведомость будет сшиваться. Это будет бумажный носитель, он будет храниться 75 лет. Это однозначно, потому что любая база, куда бы мы ни скинули результаты итогов, она может куда-нибудь исчезнуть. И никто не будет гарантировать. Есть нормативные инструкции. Она, к сожалению, с 1974 года и не обновлялась. О том, что 75 лет мы должны хранить итоги. С этого года в классах среди учеников появится много новеньких. Ребята с Украины сядут за парты вместе с ивановцами. Соответствующее распоряжение всем органам власти уже дано. В образовательное учреждение зачислено порядка 100 человек. По мере пребывания в регион новых партий переселенцев, их количество будет расти. Прежде чем начать работу с украинскими ребятами, педагоги пройдут специальные курсы. Я надеюсь на неравнодушные отношения органов местного самоуправления, общественности. Помощь потребуется различного рода. В том числе и на организацию обеспечения таких детей школьной формы. Вы знаете, что мы переходим. Многие школы перешли на школьную форму. И организация учебников, выдача учебников, это централизованно учебными заведениями проводится. И много, я думаю, что будет возникать проблем. Также Ирина Эрмиш прояснила для губернатора ситуацию с дошкольными учреждениями. На данный момент 2000 детей ждут в своей очереди в детские сады. А значит, строить и реконструировать нужно продолжать. Где, сколько, какой численности садов мы должны построить. Потому что независимо от того, федеральная программа в каких объемах будет принята, нам нужно понимать. В ближайшее время в стране начнет работу еще одна важная федеральная программа по реконструкции и строительству школ. Ивановская область намерена войти в эту программу. И уже сейчас Департамент образования ведет подсчеты относительно новых школ. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.